Склероз сосудов, увеличенное сердце и лёгочная патология к таким неизлечимым диагнозам приводит маленькая дырочка между предсердиями, если её не закрыть вовремя. Уже в трёхмесячном возрасте у Насти из Мариуполя обнаружили врождённый порог. Спасти девочку могла только дорогостоящая операция. 11-месячная Настя очень дружелюбна. Даже с незнакомыми людьми быстро находит контакт, а к докторам и вовсе привыкла. Привет, привет! В три месяца у неё обнаружили порог сердца. Отверстие в межпредсердной перегородке мешало организму девочки нормально развиваться. Прежде всего, ребёнок получает меньше кислорода, кровь смешивается, венозно-артериальная, это раз. Ну и второе, из-за того, что меньше кислорода, ребёнок не то что остаёт в развитии, а хуже, скажем так, развивается. Но даже маленький для её возраста рост и вес – не самое худшее, что угрожало Насти. У нас, получается, даже дело было не в дырочке, а в том, что расширены правые отделы сердца. И любая инфекция, соответственно, сразу удар по лёгким – это и воспаление лёгких, и какие-то такие тяжёлые последствия. Она нуждалась в операции для того, чтобы защитить её от возможных осложнений развития лёгочной гипертензии. То есть тогда уже эти пациенты становятся неоперабельны, и помочь им нельзя. Отверстие между предсердиями увеличивалось в размере. Операцию нельзя было откладывать. А кардиохирургия – одна из самых дорогих отраслей в медицине. Сам оксигенатор, то есть препарат, который на время операции выполняет функции сердца лёгких, расходные материалы – это медикаментозная терапия. И очень дорогостоящим является пребывание ребёнка в интенсивной терапии. Каждодневный уход, медикаменты – они забирают большую часть из данных расходных материалов. Родители срочно начали искать деньги. Муж работают у меня в зеленострое водителем. Я на данный момент в декрете. Даже если сильно захотите их насобирать, то на одну зарплату мужа мы их не насобираем. Детей Донбасса с серьёзными заболеваниями, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, поддерживает гуманитарный штаб. Более пяти тысяч мальчиков и девочек получили адресную помощь от Рината Ахметова. Этот человек заслуживает очень большого уважения, потому что он помогает не только, когда к нему обращаются. Он помогает ещё и, когда к нему не обращаются. Каждый год он даёт детям подарки. Я работаю в интернате, и это каждый год происходит. Это действительно помощь. Огромное спасибо. Человеческое, материнское. Трёхчасовая операция закончилась успешно. И Настя теперь абсолютно здорова.